Петь на конкурсах не понаслышке – это, скажем так, не совсем легкая задача. У нас там уже 11 конкурсантов из 9 стран, и у них сегодня очередное состязание. На сцене «Новой волны» они исполнят хиты родной страны, но перед этим свое мастерство покажут профессионалы. В этом году к судьям песенного марафона особое внимание. Рядом с ветеранами сцены – новые лица, но каждый не новичок в поиске талантов. Я знаю, какого петь на конкурсах не понаслышке – это, скажем так, не совсем легкая задача. Димаш и сам не раз был участником международных вокальных конкурсов. Сегодня он – самый молодой музыкальный судья «Новой волны» и один из главных героев вечера. Сцену на Черноморском побережье накроет штормовой концерт звезд – золотой состав жюри. Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, а вместе с ними и остальные судьи зададут тон второму конкурсному дню. Каждый из членов жюри поет свой хит, покажет себя в деле, как говорится. Вообще день в жюри всегда очень яркий, очень интересный, поэтому надо обязательно смотреть. Но оценить музыкальный мастер-класс от более опытных коллег-конкурсанты вряд ли смогут. Времени на передышку у них нет, впереди новое состязание. Сегодня они должны представить хит родной страны. Хит страны – это песня Батархана Шукенова «Дождь». Это наша легенда, наш герой. Что будут ведь участники из России? Узнаем вечером. В этом году нашу страну на «Новой волне» представляют три конкурсанта. Два соло – москвичи Севиль Велиева и Максим Субачев и группа «Гринкевич» – коллектив из Екатеринбурга. По их словам, пишут музыку нового поколения. Мы пока не нашли, но ищем. Просто хочется экспериментировать. Чтобы после «Новой волны» о них узнал весь мир, хотят абсолютно все. Победа нужна и белорусской группе «Чай-чай». Их музыкальный стиль сложно отнести к определенному жанру. Злой испанец Хорхе Гонсалес тоже рассчитывает привезти первое место. У себя на родине он выиграл всевозможные вокальные конкурсы. Да и число его поклонников среди гостей «Новой волны» продолжает расти. Я поговорил, пообщался с испанцем, конкурсантом Хорхе Гонсалес. И был такой, ну, прикольный момент, что он говорит «Я цыган, я тоже цыган». А я ему говорю «Ну, я тоже цыган». И он такой «О, я, ту-ду-ду-ду-ду-ду» и начал по-испански там говорить. Не собирается сдавать позиции и лидер турнирной таблицы – Саро Геваркян. Пока что именно он на первом месте. Однако «Новая волна» – конкурс непредсказуемый. И сегодняшние темные лошадки – конкурсанты в конце списка – вполне могут обогнать лидеров на финальном вираже. Нет, здесь все меняется. Здесь даже может в последний конкурсный день вот так вот все перевернуться. Сколько раз уже такое было. Поэтому телезрители с азартом могут следить за конкурсом, болеть за участников и, конечно, наслаждаться хорошей музыкой. Продолжение следует...